Здравствуйте, дорогие друзья! 7 октября и сегодняшний пятничный выпуск Арены Событий, посвященный обзору прессы. Мне поможет провести журналист Дмитрий Аргунов. Здравствуйте, коллега, очень приятно вас видеть в этом кресле. Ну, без Владимира Станиславовича давай на «ты». Да, нормально чувствуется. Дим, приступим. Значит, одна из основных тем недели, которую поднимают практически все газеты, все издания. Мы, в том числе. «Дальневосточный гектар». Вот, например, газета «Якутия». От вторника, 4 октября, «Дальневосточный гектар» второй этап стартовал. Цитирую. С 1 октября на свой гектар могут претендовать все жители Дальневосточного федерального округа. С 1 октября. На территории своего региона, в том числе и якутяне на территории Якутии. Дальше газета пишет. «Тем временем в соцсетях многие жители Якутии сетуют на то, что подать заявку на гектар через федеральную информационную систему весьма проблематично на самом деле. Прежде всего люди сталкиваются с тем, что система не может провести проверку выделенного на карте земельного участка, а без этой проверки на предмет, занят участок, находится ли в запретной зоне, либо с вовремя отправки этих лиц, невозможны дальнейшие шаги подачи заявления». Ну и так далее. Если же проверку все же посчастливилось пройти, становится доступно меню отправить заявление. Здесь, прямо скажем, без бюрократии не обошлось. Но как бы то ни было, пишет газета, по крайней мере, попытаться получить свой гектар на земле, на которой родился, все же стоит. Ну, скажем так, я поднимал вопрос по тонкостям оформления дальневосточного гектара в нашей республике. И наши коллеги с газеты Сахасеря также пишут про хромающий, скажем так, сайт федеральной информационной системы, которая, видимо, проходит процесс отладки во время, скажем так, уже второго этапа, когда буквально в режиме полета отлаживаются те или иные механизмы, которые должны использоваться для оформления. И сетуют коллеги на то, что качество связи оставляет желать лучшего. То, что жители многих поселений, которые не обеспечены хорошей связью, они рискуют, рискуют остаться без присуждающегося им гектара. Да, потому что они просто не могут элементарно сделать, подать заявку. Под это же дело, Владимир, было куча мероприятий, в том числе по линии Минсвязи, которые должны были гарантированно обеспечить достойную связь для прохождения тех или иных процедур, связанных с дальневосточными гектарами. Однако, газета Якутия от четверга, вчерашняя газета, пишет, 135 заявлений на гектар подали якутяне 1 и 2 октября за два дня. За два дня. При хромающем, абсолютно лежащем, можно сказать, сайте федеральной информационной системы. По состоянию на среду количество якутян было 640 порядка. Из них было аннулировано 83 заявки. Это у меня в эфире просто звучало. И тут я хотел еще одну особенность. Тот язык, на котором разговаривают те, которые отвечают за выдачу гектара, он немножко нечеловеческий. Надо тут ближе к людям как-то повернуться, что ли. Те категории, которыми оперируют те же сотрудники имущества и земельных каких-то там служб, они слегка, скажем так, от языка нормального человека просто отличаются. И надо быть 7-5 во лбу, чтобы разобраться во всех тонкостях, на самом деле. Да ладно уж, каких там 7? Ну хотя бы 5. Садимся на 3. Садимся на 3, хорошо. Кстати говоря, здесь комментарии во вчерашнем выпуске Якутии даны. Андрей Наговицын, глава Чуропчинского района. Принятый закон уже давно показал свою пользу. В первую очередь жители, не оформившие ранее документы на земельные участки, привели их в порядок. Законно оформили свои земли. Во-вторых, местные понимают, что появилась возможность реализовать эти угодья на развитие отрасли сельского хозяйства, предпринимательства. Ну, подобного рода, собственно говоря, комментарии публикуются. Еще одна тема вчерашнего номера. В рубрике «Суть дела» газета Якутия за четверг публикует статью под названием «Глобальный интерес». Более 40 журналистов, представляющих ведущие федеральные СМИ, пришли вчера, ну, соответственно, в среду. На пресс-конференцию главы республики Егора Борисова, прошедшего на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Этот факт свидетельствует о том громадном интересе, который проявляют коллеги ко всему, что происходит в самом крупном регионе страны. В чем же этот интерес? Вот что пишет газета. Ну, во-первых, сроки начала полноценной эксплуатации долгожданной для жителей республики железной дороги. Глава республики в открытую заявил, что подрядчик в лице транс-строя, известного олигарха Олега Дерипаски, не справился с задачей. Сегодня Минтранс Российской Федерации ищет нового, более добросовестного подрядчика. Логическим завершением стройки века, как известно, должен стать мост через Лену. Про это тоже звучал вопрос. И вот цитата. «Тут мы подошли, пожалуй, к одному из самых цитируемых в дальнейшем высказываний Егора Борисова. Якутия по географическому положению просто обречена стать трансконтинентальным коридором для движения грузов из Европы в Азию, из Америки в Европу и так далее. Различные проекты реализации этой идеи бередят ведущие умы с начала прошлого века и рано или поздно, но это произойдет. Лучше рано». Я назову одно условие. Если найдется подрядчик, который все-таки сможет реализовать, скажем, железнодорожный этап, да. Ну, а почему это сложно, собственно говоря? Ну, я не знаю. Ну, а полдерепаска. Сколько лет идет трязьба, скажем так, вокруг плавающей железной дороги и так далее, и так далее. Воз и состав, вернее, и поныне. Состав, да, 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 железнодорожный. Еще одно. Ну, кстати, я тут хотел бы вот по тому же, скажем, поскольку инновационно все было, там субъект, вернее, глава находился на расстоянии чуть ли не 6 тысяч километров от наших журналистов, коллег наших, которые вели пресс-конференцию. И тут еще об одной инновации, которая называется «Школа инновационного менеджмента». Означает ли это то, что Егор Афанасьевич собирается полностью перезагрузить полностью, скажем так, деятельность органов исполнительной власти? Не знаю, не знаю, но вполне может быть, поскольку какие-то новые влияния в руководстве органами исполнительной власти. А мы сейчас к этому подойдем, собственно говоря, там про назначение поговорим. Про назначение, нет, ну, тут же как раз школа, высшая школа инновационного менеджмента. То есть, ну, будем надеяться, как говорится. В какой школе вы учились, Дима? В средней. В средней. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Еще одна тема, просто еще одна тема недели, безусловно. День учителя. Газета «Якутия», 4 октября, вторник. Разворот страницы 8-9. Ну, кстати, все газеты буквально публикуют свои материалы на эту тему. Цифры номера. 2463 педагога работают в школах Якутска. 54 тысячи рублей средняя заработная плата педагога в республике. 40 лет средний возраст учителя в Якутске. Кстати, как вы относитесь к цифре 54 тысячи рублей? Достойная, в принципе. Ну, по крайней мере, по сравнению с теми годами, когда мы сталкивались с педагогическим процессом, более чем достойные. Я думаю, что вообще все те профессии, которые связаны с обеспечением здравоохранения, образования и так далее, наконец-то получили возможность получать, я считаю, достойную зарплату. Еще бы нас приравняли бы к этому. Вообще было бы хорошо. Ежегодно около 400 выпускников Северо-Восточного федерального университета трудоустраиваются по линии Министерства образования Республики. Стоит отметить, что для привлечения, пишет газета, и закрепления молодых специалистов, предусмотрено большое количество способов социальной поддержки. От выплаты проездных расходов до единовременного пособия в размере месячного должностного оклада при подтверждении явки молодого специалиста на работу. Дальше достаточно большой материал посвящен работе под программы обеспечения жильем педагогических работников сельских школ и медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных улусов. Ежегодно 30 учителей в Республике могут улучшить свои жилищные условия. Благодаря этой под программе действует она 11 год. Молодые специалисты направляются сроком на 5 лет в 17 арктических улусов. Ну и собственно говоря, газета пишет, что остается там по истечении этого срока порядка 50% учителей. Это аналог получается программы «Земский доктор», которая по линии Министерства здравоохранения. В принципе, отличная идея привлечь, всегда же были подъемные и так далее, во все времена. Я тут еще пару слов хочу сказать, что профессия учителя, у меня мама учительница тоже, педагог, всегда была востребована, уважаема в нашей Республике. Давайте маленький факт приведу. Мои пара в Фейсбук, скажем так, знакомых, Николай Чачасов, Марина Рожина, получили буквально вчера на обсуждении памятника бедового Алексеева сидели. Хорошо, когда ставят памятники учителям, врачам, пожарным, медицинерам и так далее. Я считаю, это вообще здорово. Вот вы знаете, я просто вспомнил, в Японии, например, нет Дня Учителя. Но там такой соцпакет, что никакой... Ну, зачем им День Учителя при таком внимании государства, на самом деле, к профессии? Ну, мы не в Японии, но непонятно, скажем, таких помыслов, но все равно, я считаю, что одна из профессий, которая наряду с тем, которая обеспечивает правопорядок, которая обеспечивает здравоохранение, должна обеспечивать образование, желательно бесплатное. Безусловно. И вот назначение. Ну, об этом назначении тоже пишут все издания. Я взял Якутск-Вечерний. Указ о назначении Алексея Засимовича Колодезникова и его главы Кабинета министров Якутии Егор Борисов подписал утром, 5 октября, пишет газета. Однако, окончательно определиться с кандидатурой, еще только предстоит. Ближайшая парламентская сессия, назначена на 25 октября 2016 года, по закону должность премьер-министра подлежит согласованию с Илтуменом, внести кандидатуру на пост премьера. Егор Афанасьевич должен хотя бы за неделю до дня голосования, то есть не позднее 18 октября. Дальше газета задается вопросом, а будет ли это Колодезников? А почему нет? Вообще, я считаю, что последние два года, находясь в тренде больше коммунальных, нежели общественно-политических и так далее, я все-таки прихожу к такому мнению, что настает время тех, которые орудуют гаечным ключом. Наступает время конкретных таких инженеров, системотехников, коммунальщиков и так далее, нежели чем, я не умаляю значение профессии экономиста, но в данном случае конкретность, скажем, профессии экономиста, она гораздо, скажем так, легковеснее, нежели конкретно, пришел водопроводчик, починил. Немножко покачнулись в другую сторону. Да, немножко. Каменщики, коммунальщики, инженера уже больше в тренде, нежели представители, скажем так, экономиста или юриста, которых развелось, прошу прощения, очень много. Каждый там чуть ли не второй. Все что ли будут управлять, все что ли будут рассчитывать, было бы что рассчитывать. Согласен, согласен. Вот еще важный материал, без которого не хочется обходиться. Криминальная Якутия от 4 октября, страниц 3. Хозяин супермаркетов Алмаз, Матлап и Бадов. Оправдываться не собираюсь. Так называется материал, связанный с тем, что газета предлагает вниманию читателей последний пост одного из наиболее популярных блогеров Якутии, Алексея Бусылаева. За день до выборов по социальным сетям и ватсапу пролетел скандальный видеоролик, посвященный деятельности супермаркета Алмаз. Ролик носил явно заказной предвыборный характер. И дальше доказывается, что это так и есть, заказной, предвыборный и так далее. Ну, тут у меня тоже, я слежу за ситуацией на алкогольном рынке и слежу за теми тенденциями, которые присутствуют. Вот сколько идет политика ограничения, скажем так, реализации алкогольной продукции, столько времени, некий миф наличит. Наличествует о некоем супер игроке, который станет над всеми, скажем, существующими игроками на рынке и будет чуть ли не монопольно огребать все, скажем, купоны. Получается, в данной ситуации нам от Лаба Олевича навесили без его согласия абсолютно корону вот этого самого супер игрока, который раньше до этого вешали на Виктора Федорова, вешали на Алексея Иремеева. То есть на тех людей, которые выступают на ярыми апологетами, скажем так, антиалкогольной политики в нашей республике. Получается, человек, который в числе многих пострадал от антиалкогольной политики, то есть Матлап Олевич, да, получается, и его обвиняют, не знаю, в какой-то аффилированности с действующей властью. Вообще нереально. Ерунда, бред это все на самом деле. Значит, уже все, подходим к концу. Давайте напоследок скажем о том, что 27 сентября информационно-издательский холдинг Саха-Медиа начал подписную кампанию на республиканские газеты Якутии и Саха-Серэ, которые с января 2017 года можно будет получить бесплатно. Прием заявок по телефону продлится до 30 октября. Дим, на этом вынуждены, собственно говоря, сказать до свидания зрителям. Спасибо огромное за встречу. Это была Арена Событий. Всего хорошего. До свидания.